Само название «оппозиция» все-таки оно должно подкрепляться какими-то очень толковыми, нормальными лозунгами. И эти лозунги должны быть подкреплены какой-то экономической, политической программой. У нашей оппозиции ни у одного нет толкового лозунга, кроме «долой», и нет ни одной толковой программы, кроме «как все плохо». Ребята, ну если вы говорите «плохо», расскажите, как надо сделать хорошо. Если вы нам хотите предложить модель, которую в свое время попробовали «Чубайс» с «Гайдаром», ребята, это плохая модель. Если вы сейчас стоите на этих позициях, ну поймите, что мы это проходили. Если вы хотите, чтобы мы раздали все свои танки и ракеты, и стали придатком сырьевым и той же самой Америки, народу это не нравится. Народу нравится ощущать себя большой, сильной державой, и поэтому не надо говорить о том, что мы должны разбазарить сейчас свой военный потенциал. Украина это сделала, и что у нас сейчас получается с Украиной? Они стоят с протянутой рукой, просят этих транжей. И армия Украины, которая во время развала была сильнее армии России, однозначно. Почему? Потому что это был юго-западный округ, набитый вооружением под завязку, а Россия тогда практически как была устроена? В центре держалось мало вооружения, все по краям. Зачем его держать в центре страны? И поэтому Украина, выходя, забрала огромный потенциал, который весь продали. Ну все, продали, распилили, раздали. Вот эти вот скандалы, когда украинский сухогруз ловится где-нибудь в Сомали, останавливается пиратами, битком набитый танками, ракетами, которые идут в Африку. То есть раз вы, ребята, все из-под себя продали, сейчас продали последние технологии своего последнего самолета, то у вас, конечно же, вы будете зависимы от тех людей, которые вам дают возможность выживать. Подбрасывают вам по бильярдику, и вы там все можете перед ними ходить в согнутом состоянии. Россия ведет себя независимым образом, и поэтому мне нравится, что сейчас оппозиции не за что зацепиться, по большому счету. Они, конечно, могут ходить кричать, они могут собираться где-то там на периферии, где-нибудь там за пределами страны, и рассказывать, как они обустроили бы Россию, но ни одного внятного лозунга я не вижу. Я с удовольствием почитаю любую их программу экономического развития. Я с удовольствием почитаю какие-то интересные выкладки, с удовольствием посмотрю. Но я больше доверяю нашим экономистам, которые сегодня, он сейчас тот же самый Глазьев, он всегда очень точно аргументирует и говорит, что он хочет делать и как надо сделать. Когда я читаю его оппонентов, я тоже слышу какие-то, наши здесь оппоненты, вижу какие-то интересные предложения, и они обоснованы. Когда я оттуда что-то слышу, кроме руганий и кроме предложений, давай свернем, свалим, а потом уже будем думать, что делать, ребят. Этот лозунг, весь мир, насилие мы разрушим до основания, а затем мы наш построим, он неправильный. Разрушать надо уже точно, знаешь, что ты будешь делать. И вообще разрушать просто, ломать не делать, душа не болит, говорит народ. И поэтому, ребят, давайте сначала предложите что-то толковое, а потом мы будем говорить об оппозиции.